Мышление это такая штука, которая позволяет неким кускам материи создавать и преобразовывать формы окружающей действительности в своих интересах. Этим же занимается материя без мышления. То есть материя без мышления, вот когда никто не думает, как делать, это просто огромный набор вещества, огромный набор времени, которое в какие-то формы попадает в какие-то случайные связи, возникают какие-то случайные штуки, солнечная система, галактики. На них иногда возникает жизнь, возникает в примитивной форме и умирает. Рано или поздно возникает жизнь, а потом возникает мышление. Мышление это отражение свойств материи в ней самой же. Вот каким-то образом кусок материи преобразовывается в такой вид, когда он может отображать другие куски материи и направлять их. Целенаправленная деятельность, есть отличие от того, что делает материя без мышления, от мышления. Потому что мышление ставит цели, которые соответствуют его интересам, воплощает их намного быстрее и с теми методами, которые наиболее подходят. У людей есть одно свойство интересное. Они часто отделяют свои возможности и свои умения в отдельные предметы для того, чтобы получить больше. Вот, например, я люблю приводить, например, лопата. Лопата – это копия руки человеческой. Раньше человек копал рукой, он делал лопату рукой, форму лопаты, и долбил эту землю. Грязь, конечно, под ногтями забивалась. И не очень эффективна. Она толстенькая, как ни крути, рука толстенькая для того, чтобы копать землю. Но неудобно. А он сделал совершенную копию руки. Да, она заточена под конкретную задачу, но она реально делает лучше это, чем рука. Но это, по сути, копия руки. Любое орудие труда, если ты возьмешь, это продолжение естественных органов человека. Это копия органа человека, заточенная под определенную задачу, под решение определенной задачи. Наша история – это тоже продолжение. Это мы как бы выделяем в отдельный предмет. Наше умение сгенерировать новые идеи, новые теоретические модели. Путем комбинирования старых мы его выделяем в отдельный предмет. И он это делает лучше, чем наш мозг. И потом, вследствие этого, наш мозг тоже становится лучше. Причем? Причем? Причем?